скажем для горчицы значение идеальное значение 630 для лука идеальное значение 617 для кукурузы 672 идеальное значение то есть вот 600-700 в этих пределах является приемлемым значением для полива нашей микроделли очередной герой рубрики близкие люди роман лезин преподаватель татарского политехнического колледжа роман сам является выпускником этого учебного заведения и на его глазах происходило превращение обычного колледжа в современное образовательное учреждение сегодня у него есть возможность применять на своих занятиях уникальные методики и первоклассное современное оборудование о чем в свои студенческие годы роман валерьевич мог только мечтать совсем недавно он вернулся с международной выставки форума россия которая проходила в москве на в днх мы вообще ездили с моим коллегой коллега с компетенции агрономия коллега показывал рассказывал как определить качество плодовых культур их сухой остаток я учил ребят выполнять программирование умной теплицы либо же умного дома программированию вообще мне интересно было эта история в принципе начиная со школы программирования то есть я где-то что-то читал где-то что-то находил в интернете то есть какие-то основы уже знал и когда было принято решение создать данную лабораторию то есть игорь васильевич меня пригласил предложил стать руководителем данного направления сети фермерства и меня также направляли в москву для того чтобы пройти обучение в московском колледже где как раз таки профильно они занимаются программированием самое значимое для меня это пожалуй было наверное награда с вооруженных сил российской федерации как раз я попал в тот момент когда в хабаровском крае было наводнение и мы с ребятами военнослужащими помогали мирному населению строили дамбы и так далее и вот по приезду домой после демобилизации буквально наверное месяца через полтора перед новым годом почтальон принес благодарность от губернатора хабаровского края прям приятно было также из таких значимых пожалуй наград наверное это на втором курсе я как раз обучался в колледже мы участвовали в конкурсе автомобильного мастерства выполняли там скоростное маневрирование и так далее различные фигуры на автомобиле скоростная сдача правил дорожного движения и так далее и там мы впервые в принципе колледжа принимал участие в этом конкурсе и мы заняли третье место уступив первое второе лишь хозяевам данного чемпионата жена у меня кристина обучалась шестой школе работала в низкоцене до момента за замужем точнее нет до момента рождения ребенка сейчас у нас она сидит в декретном отпуске мечтает вернуться обратно на работу надоело и сидеть доченька полтора года буквально недавно стукнула зовут софия всегда радует какими-то новшествами каждый день у нее какие-то новые умелки я считаю что каждый вправе выбрать для себя свою судьбу но хотелось бы ей максимально дать то что что я вынес из своей жизни и максимально ее научить тому чтобы она не совершала ошибок которые совершали мы ее родители либо еще кто-то из родственников то есть ну максимально донести что так хорошо так не очень вообще как хобби можно считать как раз таки программирование то есть мне это интересно то есть я работаю дома у меня умный дом немножко строится потихонечку и вот с фермами занимаюсь то есть у меня очень нравится эта история есть у меня хобби такое кататься на карте изначально в картинг мы попали так с товарищем просто по новосибирску гуляя увидели картинг-клуб не я не товарищ ни разу на нем не катались мы решили почему бы не попробовать вот мы пришли прокатились было обидно когда мы получается не только с товарищем прокатились еще мальчик маленький лет наверное 9 10 с нами катался в одно время на том том же треке и стало немножко обидно что он нас обгоняет у него там лучшее время чем у нас и как бы зацепила эта вся история мы на следующий день пришли еще раз улучшили время на третий день еще раз то есть и практически через день мы стали ходить с товарищем на картинг даже достигли того что мы начали занимать места неоднократно именно в новосибирске в картинге я вообще никогда не представлял что я стану даже обучаться в татарском политехническом колледже когда-то закончив обучение 11 классов школе я поступил в новосибирский государственный технический университет но к сожалению свобода от родителей свобода от дома не позволило мне показать весь уровень знаний моих в университете за что я был благополучно отчислен ну по итогу что делать образование это нужно получать было принято решение поступить в татарский политехнический колледж ну и за время обучения в течение трех лет я учился на механика зарекомендовал себя с положительной стороны как я думаю поэтому мне было предложено стать преподавателем в нашем колледже в настоящее время я веду очень много предметов это начиная от обычных образовательных предметов таких как материаловедение и заканчивая система технического обслуживания тракторов и сельхоз машин вообще перечень очень большой предметов благодаря чемпионату профессионалы мы с моим назовем это обучающимся учеником и конкурсантом летали в северную осетию и проживали там в принципе на высоте 2700 с чем-то метров над уровнем моря то есть ну по сути на горе и но эмоции эмоции наверное с утра холодно потому что высоко когда мы спускаемся туда где чемпионат проходит то есть там градусов 28-30 температура а поднимаемся к себе к месту жительства там уже плюс 7 плюс 9 то есть такие эмоции как у контрастного душа скажем так в последнее время с появление ребенка наверное не удается съездить на форумы потому что это как бы время затратно и хочется больше времени с ребенком уделять отпуск у преподавателей благо очень хороший 56 дней и всегда летом самое приятное время года семьей ну так как ребенок еще маленький то есть мы посетили город омск пару раз в принципе просто прогулки по городу мероприятия городские вот с дочей ходили хотя и уже пора было спать но тем не менее ходили на день города на день молодежи посмотреть то есть она даже не спала даже аплодировала нашим артистам а